В результате пройденного пути борьбы и решений приятно и радостно иметь свою Конституцию, трактующую о плодах нашей победы. Приятно и радостно знать, что бились наши люди и как они добились всемирной исторической победы. Докладчик Дегтярёв Денис Борисович, кандидат медицинских наук, преподаватель Красного университета. Приготовится Тюркин Виктор Аркадьевич. Здравствуйте, товарищи. Иван Михайлович Герасимов в своем докладе, когда говорил о Конституции 1936 года, которую принято называть Сталинской. Сталин – так называемая Сталинская Конституция. Она носит название Сталинской по праву не только потому, что она создавалась в период, когда товарищ Сталин стоял во главе Коммунистической партии, а по сути дела и Советского Союза. Но и потому, что товарищ Сталин принял самое непосредственное участие как в инициировании процесса создания новой Конституции СССР, так в работе над проектом и в обсуждении проекта и в принятии проекта Конституции. И выступил с программным докладом на Восьмом съезде Советов по принятию Конституции. И, собственно говоря, тема моего доклада, она и сформулирована так, как выступил товарищ Сталин по поводу проекта Конституции. Надо сказать, что работа над проектом Конституции последние годы достаточно подробно изучалась. И есть доступные работы таких историков, как Кукушкин, Чистякова, Жуков, Шершнева, Максимова, Ольга Дмитриевна и другие, которые достаточно подробно рассмотрели, как был инициирован процесс создания Конституции 1936 года, какие были предпосылки создания Конституции, как шла работа над проектом, как шло всенародное обсуждение проекта Конституции. И здесь мы можем четко противопоставить Конституцию 1936 и 1993 года, которая, как известно, никак не обсуждалась, никакого всенародного обсуждения и приема поправок, как это было сделано при формировании Конституции 1936 года не было. Ну и, конечно, мы должны помнить о ключевых моментах, которые связаны с принятием Конституции 1936 года. В своем докладе товарищ Сталин охарактеризовал причины, которые побудили внести изменения в Конституцию 1924 года, которая была создана в связи с образованием в 1922 году, о чем говорил товарищ Гавшин Союз СССР, принятие союзной Конституции, но с 1924 по 1936 год в жизни страны произошли существенные изменения, изменения в экономике, изменения в классовом составе и изменения в политической сфере. В связи с этим возникла необходимость внесения поправок в Конституцию СССР, но, по сути дела, работа над внесением изменений в Конституцию вылилась в создание новой Конституции, которая во многом отличалась от Конституции 1924 года. Какие изменения в жизни страны произошли с 1924 по 1936 год? Во-первых, это полное главенство социалистической собственности и социалистического способа производства. Полностью и в результате национализации промышленных предприятий произошел переход всего производства в общественную собственность, и в результате коллективизации произошел переход средств производства в сельском хозяйстве, то есть и в сельском хозяйстве тоже собственность стала общественной. Частная собственность на средства производства, а следовательно и эксплуатация человека человеком была уничтожена к этому времени. Соответственно, был ликвидирован класс помещиков, но он был ликвидирован еще раньше, еще в ходе Гражданской войны, класс промышленных капиталистов, класс банковских капиталистов, класс капиталистов в торговле, и последнее – это класс капиталистов на селе, которые были представлены кулаками. Соответственно, таким образом произошло уничтожение антагонистических классов, и по сути дела остался класс рабочий, рабочий класс, и второй класс – это класс крестьянства. Но, как говорил в своем докладе товарищ Сталин, оба эти класса претерпели значительные изменения. Рабочий класс, по сути дела, перестал быть пролетариатом, потому что пролетариат по определению маркса – это класс лишенной собственности. А рабочий класс, как полноправная часть советского общества, которое владело средствами производства, таким образом тоже владел средствами производства. То же самое произошло и на селе, когда крестьяне и наличники в результате коллективизации стали владельцами общественной собственности, то есть участвовали во владении землей на общественных началах. Таким образом, и это было зафиксировано в докладе, произошли коренные изменения в классовой структуре общества и в экономике. И, соответственно, это выдвигалось как одна из основных причин для изменения Конституции. Как говорил товарищ Сталин в своем докладе, Конституция имеет принципиальное отличие от программы, потому что программа говорит о том, что будет, о том, что должно быть, а Конституция закрепляет уже то, что реализовано, то, что осуществлено на практике, и, соответственно, закрепляет в законе. Мы знаем, что право – это возведенный в закон воля господствующего класса. И в данном случае Конституция закрепляла достижения рабочего класса по построению социализма. В 1936 году с принятием Конституции было установлено, и в своем докладе опять-таки Иосиф Александрович Сталин об этом говорит, о том, что социализм в СССР был построен, и это нашло отражение, соответственно, в Конституции. Но здесь мы должны отметить еще очень важную вещь – это изменение в политической обстановке, и в политической, в том числе и в внутренней обстановке, и в международной обстановке. Мы знаем, что набирал силу фашизм. И, по сути дела, принятие Конституции 1936 года – это было политическое решение, связанное с подготовкой к неизбежной войне. Подготовка к войне началась раньше, она началась с национализации, началась с индустриализации, началась, она продолжилась, вернее, при коллективизации и, соответственно, об обществлении средств производства на селе. Все это было сделано для того, чтобы подготовить экономику страны к, соответственно, к войне. По сути дела, мобилизовать, сосредоточить все силы производства в руках государства, потому что, как известно, воюют армии, а побеждает экономика. И к 1936, даже не 1936, а 1934, уже, по сути дела, когда первые были шаги сделаны к формированию, к началу создания проекта Конституции, 1935 год, стало понятно, что необходимы также изменения в политической сфере. И, как считает один из наших известных историков, Егор Яковлев, тоже необходимо было провести консолидацию общества для того, чтобы вступить в войну неразрозненным, устранить противоречия по возможности, хотя бы, так сказать, сгладить противоречия классовые, которые все равно сохранялись. Потому что диктатура, как мы знаем, и это стало очевидно уже к этому времени, диктатура в открытой форме, она неустойчива. И в условиях войны могла привести к тому, что на территории возникли внутренние контроли. Таким образом, был сделан шаг в сторону от советской системы государственного управления, в сторону парламентаризма и, по сути дела, в сторону буржуазной демократии. В чем это заключалось? Уже было сказано сегодня. Это отход от системы выборов по предприятиям. Второй момент – это устранение неравноправия между избирателями в городе и на селе. Это введение вместо многоступенчатой системы выборов прямого голосования, прямого тайного голосования. До этого это была открытая и многоступенчатая система. Это, по сути дела, разделение законодательной и исполнительной власти. И вся законодательная власть была сосредоточена в руках Верховного Совета СССР. До этого правом издавать законы обладал ряд, начиная со съезда Советов, Сонарком, Президиум Сонаркома и так далее. То есть здесь были сделаны определенные шаги в сторону расширения демократии. Но мы знаем, что это, по сути дела, признаки буржуазной демократии. Разделение властей, выборы по территориальному признаку. Вместе с тем сохранялось главенство и, по сути дела, однопартийная система. И сохранялась социалистическая собственность. Вот это было зафиксировано. И Иосиф Виссарионович Сталин писал в письме 25 января, я заканчивал последнее, 25 января 1935 года, в письме членам и кандидатам в члены Политбюро, что дело с Конституцией Союза СССР стоит куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, систему выборов надо менять не только в смысле уничтожения многостепенности, ее надо менять еще в смысле замены открытого голосования закрытым, тайным голосованием. Обстановка и соотношение сил в нашей стране в данный момент таковы, что мы можем только выиграть политически на этом деле. Конституция СССР, изменения в Конституции надо провести в двух направлениях. В направлении улучшения избирательной системы, в направлении уточнения ее социально-экономической основы. Как мы знаем, как только коммунистическая партия, по сути дела, изменила свое направление, перестала быть коммунистической, перестала быть партией рабочего класса, все вот эти механизмы буржуазной демократии, которые были заложены, по сути дела, в Сталинской Конституции, они сыграли отрицательную роль. И оставалось только заменить социалистическую собственность на собственность множественную, то есть разрешить частную собственность на средства производства, что и было сделано в разгар контрреволюции, что привело в конечном итоге к краху, к беременному поражению социализма в нашей стране. Спасибо за внимание.